Так, всем самый-самый добрый вечер. Я представляю, как вы все бегаете, как вы сейчас все заняты, все спешат успеть все к Новому году. Но я вам предлагаю вместе с нами немножечко остановиться. Вот. Я вам хочу успеть показать немножечко новиночки перед Новым годом, чтобы после Нового года, когда у всех будут каникулы, вот когда можно будет посидеть, повязать немножечко, чтобы вы знали, что у нас новенького и классного приехало. Я постараюсь быть очень быстрой. Я буквально обзорно пройдусь, покажу, что к нам приехало, потому что мы еще, по сути, даже не успели образцов отвязать. Мы буквально вот под елочку получили новую поставку. Вот. И только ее разобрали. Она все еще разложена в магазине. Сейчас вам покажу весь этот безлот, который у нас творится. Вот. Я постараюсь сохранить эфир и сохраню... Я его постараюсь сохранить в телефон, если мне хватит зарядки и памяти в телефоне. Я постараюсь сохранить в телефон и, возможно, даже залью его на YouTube. В общем, мы оставим ссылку везде, напишем stories. В общем, обо всем расскажем, если все получится. Не получится, значит, выйдем все после новогодних каникул и будем рассматривать все подробнее. Уже после нового года, где-то числа после восьмого, будут... Все эти позиции будут в постах, будут на сайте. А пока я вам хочу обзорно их показать в эфире, чтобы вы имели представление о том, всем, что к нам приехало. Приехало очень крутое, много пряжи, очень много. Мы все с таким... Все... Нетерпением, умервением ее разбирали, потому что все такие пряжеголики, все очень любят классную пряжу, классные составы. Когда ты их получаешь, ты их видишь и, в общем, радуешься, как ребенок. В общем, да, я обещала кратко, говорю много. Переключаю камеру и мы с вами начинаем смотреть, что же приехало. Так, для начала я вам покажу просто... Просто на вот это вот все. Сейчас. Смотрите, что творится у нас сейчас. Вот так. Вот так это все выглядит. И вот сейчас... Вот сейчас... Я попытаюсь подряд, мы будем продвигаться вот отсюда и вот так вот. Ну и, собственно, к двери. Вот. Давайте начнем с вот этих вот толстячков. Это очень классные смесовки с альпакой. Они прям такие толстенькие, толстенькие, ровничные. Цвета все очень красивые. Это Article Belown от печи Филати. Вообще, я очень люблю печи Филати за то, что вот они делают всегда такие потрясные объемные пряжи. Вот с альпакой у них очень часто смесовочки. И они всегда такие вот прикольные. Смотрите, какой он. Видите, такой серо-коричневый с меланжиком. Я вам буду показывать вот так вот близко с составом и стоимостью, чтобы вы могли делать скриншоты, например, и отправлять там в Директ. Если вам что-то понравилось уже сегодня, вы не хотите ждать, пока это появится в профиле, вы можете делать скриншот и отправлять девочкам. Но для того, чтобы они могли понимать тоже, о чем все разговаривают, нужен скриншот, где будет видно, о какой пряже идет речь. Так вот, вот такая толстенькая ниточка. Она очень мягкая. Смотрите, какая ровница. С таким приятным метражом. То есть под толстенькие спицы. Какие-то классные объемные кардиганы, шапки, шарфы можно сделать. Такие уютные. В общем, что угодно. Дальше вот такой вот бежевый есть меланж. Такой бежевый с коричневым. Это все этот же артикул. Вот этот невероятный серый, очень красивый. Вот такой вот сливовый, тоже невероятный. Его всего две бобиночки приехало, как обычно. Такое вот красивое-красивое такое слива. А вот этот пыльный фиолетовый, его вообще вот это всего одна бобиночка. Дальше вот этот же билон. Такой вот болотно-зеленый, холодный оттенок. Он чуть-чуть светлее, чем сейчас у вас передается на камере. Но он очень-очень красивый. Также есть черный. Он, видите, с такой проседью. Так, дальше мы продвигаемся к вот этому классному артикулу. Вообще невероятный. Это, я не знаю, как он правильно звучит. Бузоки вот этот вот. 40 меринос, 30 альпака, 30 акрил. Ниточка объемная. Она тоже толстенькая. Она мягкая. Она еще мягче, чем предыдущая. И красивые два цвета. Вот такой вот пудровый, персиковый. Вот это вот все, что вы видите, это, в принципе, все, что есть. Вот она, видите, такая мягкая, пухлая, толстенькая, невероятно красивая. И цена на нее прекрасная за такой состав. И вот такой вот невероятный изумруд. Изумруды коварные такие товарищи, потому что они на камерах всегда в синий цвет уходят. На самом деле он именно изумрудно-зеленый, без синевы. Пряжа очень мягкая, в бобине. Не терпится, конечно, уже провязок какие-то сделать, постирать, посмотреть. Но не успели. Дальше вот этот артикул, тоже это такого ровничного типа. Пряжа с альпакой, тоже из мериноса. Вот такой у нее состав. Метраж 180 метров, то есть она чуть-чуть тоньше, чем предыдущая. И смотрите, какие цвета. Очень красивый вот этот травяной зеленый, он насыщенный, красивый. Очень красивая такая голубая бирюза. Тоже есть черный такой с проседью, есть и чисто черный. Не успели его забрать в магазин. Такой невероятный цвет мокрого асфальта. Очень красивый. Вот такая красивая фуксия. Дальше вот такой вот коричневый, посмотрите какой. Он вот этот, кстати, коричневый, он самый мягкий, такое ощущение, что из всех. И самый такой вот пушистый. Очень часто серые и коричневые цвета, они самые объемные. Дальше вот такой вот очень красивый цвет яркой-яркой горчицы, сочный. Тоже это этот же артикул. И есть вот этот такой вот молочный. Он как зефирка. Видите, он даже такой объемный. Он очень... Пряжа такая очень фотогеничная. Она реально такое ощущение, что зефир у тебя в руках. Так, дальше. Еще одна красавица. Смотрите, какая пушистая в цвете, в таком лавандовом цвете. Это уже Лина Пью производитель. 220 метров на 100 грамм. Альпака, меринос и акрил с полиамидом. То есть тут идет нить основы. Если эти ровничного типа, то здесь идет ниточка основы. Ну, сейчас хочу найти краешек. Ниточка основы. И вот на нее напредина вот эта вот пушистая альпачка. Пряжа очень мягкая. Она очень нежная. К щеке, по крайней мере в бобине, она не колется. Еще раз покажу вам. Вот. Есть еще... Вот эта пряжа есть еще в черном цвете и в таком черном с проседью. Вот этот артикул. Так, дальше продвигаемся. Я сильно не останавливаюсь, потому что кроме фактуры, структуры и цвета, я на самом деле на данный момент ничего вам описать не могу, так как еще расскажу, не успели. Ну, провязывать мы еще не успели. Но многие артикулы, наверняка некоторые из вас их знают и уже с ними знакомы, поэтому... Вот. Дальше вот такая вот тоже пухлая. Посмотрите. Такой большой-большой еще один зефир. Тоже такой красивый молочно-кремовый цвет. Он не желтый. Очень. Это называется артикул алиби. Пинори филати. Тоже похожий состав. 150 метров. Тоже такая пухлая, классная пряжа. Ее не так много, и она только в молочном цвете. Вот этот алиби. Дальше. Вот эта пряжа вообще невероятно мягкая. Жаль, ее так мало приехало. Это артикул фиост называется. Опять же, печь в филате. 68 бэби альпака, 10 меринос, 22 полиамид. Она самая мягкая из всех них. Она вообще такая красивая. Вот этот вот серый меланжик. И вот этот цвет какао. Вот такая вот ниточка. Сейчас сфокусировать. Ну, камеру. Вот такая у нее структура. Дальше. Кто-то к нам в гости идет. Дальше. Вот этот артикул у нас был. Это артикул Вальпина. Вальпина и Кокер. Они одинаковые. Это опять же печь в филате. Очень классный артикул. У нас он был вот в таком сером цвете. Что из себя представляет пряжа? Это такой хлопковый шнурочек. И вот в него вбит пух альпаки и мериноса. Она очень классная. Она очень мягкая. Она классно разбухает. И вот она у нас в таких цветах. Вот этот черный есть. Его есть побольше. Дальше. Есть одна бобиночка вот такого синего. Очень красивая. Такой благородный синий. Вот этот яркий такой электрик. У нас даже сегодня уже купили. Немножечко. Его вот это вот все, что есть. Дальше вот такой вот красивый цвет капучино. Тоже тут буквально на шапочку и варежке, наверное, кому-то. Вот. Вот такой цвет кофе. Тоже здесь буквально на варежке, наверное, одни. И вот такой красивый серый меланж. Пряжа мягкая, классная. Она не колется. Она очень легкая. В общем, она здоровская. Вот это все, что есть. Дальше. Дальше мы с вами посмотрим еще на вот эту смесовочку. Сейчас покажу. Вот она у нас есть в провязи. Правда, тот цвет, который в провязи, его, к сожалению, уже нет. Его было всего две бубинки. Его тоже сегодня купили. Сейчас вам покажу. Так, пока так. Ну, хотя бы будем предметно с вами говорить и будет понятно, о чем речь. Так, вот это артикул Шервуд. Я вам издалека показываю его палитру. Палитра очень красивая, очень хорошая. Так, что из себя представляет пряжа? Давайте смотреть на состав. Это Олимпиас, производитель. 20 меринос, 25 альпака, 55 акрил. То есть, по сути, 50 на 50 состав. Но пряжа очень мягкая. И она в полотне вообще не чувствуется, что она полу-натуральная. Этот провяз уже после стирки. Пряжа очень мягкая, она не колючая. Она пластичная, она гладкая. И такая вот легкая, она воздушная буквально. Значит, по цветам. Есть вот такая одна маленькая бобиночка голубого оттенка. Вот такой припыленный голубой. Есть его чуть побольше. Вот этот невероятный цвет морской волны. Он с меланжем, уходящим такой вот то ли в серый цвет. Но смотрится невероятно круто. Очень красивый. Есть вот такая одна бобиночка пудры. Ну, вот бежевая пудра. Тоже очень мягкая. Вот этот очень красивый, сиреневый. Но он не такой дикий, как сейчас на камере. Он очень приятный вживую. И очень красивый. Да, кстати, я не сказала, образец в одну ниточку связан. Такой красивый молочный. Вот этот вот такой серый меланж. Он без зелени, как таковое. Почему-то он сейчас очень зеленым получается на камере. Не знаю, это ли лампа здесь. Ну, в общем, красивый оттенок у него. Тоже он слегка с меланжем. Дальше вот такой ягодный. Очень красивый. Видите, он тоже от такой вот яркой малины через бордовый в серый уходит. Красивый цвет. Очень красиво будет в полотне смотреться. Прямо я уверена. И вот такой неончик. Неоновый лимонный цвет. Очень красивый тоже. Такая палитра. Этой пляжи есть побольше. Она по приятной цене тоже. И очень приятная, тактильная. Можно даже ее чувствительной кожей, для чувствительной кожи брать. Потому что она не колется. И она будет достаточно теплая. И при этом легкая, не будет весить полтонны изделия. Дальше мы с вами рассмотрим меринос. Вот это вот все. Вот этот кусочек. Это невероятно крутые, классные мериносы. В основном это Cashwell. Биело-Ярновская Виктория. Это Imagine от Emeroglio. И, наверное, все. Вроде по артикулу. А, и есть Amica Soft. Есть один цвет. Цвета все крутые. Все невероятно красивые. Я помню, как все хотели горчицу. Горчица сейчас есть в нескольких оттенках. Кого-то больше, чего-то меньше. Ну, вот. Есть некоторых цветов буквально вот по бобиночке две. Некоторых цветов есть в количестве. И что еще круто. Приехал белый меринос. Мы его все очень ждали. Он есть в метраже 2.30. Есть в метраже 2.48 Виктория. И есть тоже в 2.48 Виктория. Видите, вот здесь стоит белый и молочный. Но сейчас я пройдусь по цветам чуть-чуть подробнее. Я еще почему спешу. Я переживаю, чтобы мне не сел телефон. И чтобы я успела вам все показать. Давайте будем продвигаться вот отсюда и вот туда. Буду рассматривать. Что помню, буду говорить количество. Нежно-розновый кэшвелл. Метраж 2.48. Сейчас. Да. 2.48. Такой вот розовый зефир. Он очень-очень светло-розовый. Практически такой бело-розовый. Одна бобинка. Здесь где-то 1.7 кг. Тот самый белый кэшвелл в метраже. Это 2.36. Но есть еще 2.30. 2.36 это 1800 метров. Его одна бобинка. В метраже 2.30. То есть 1500 метров. Есть побольше. Дальше. Вот этот очень красивый припыленный синий. Он именно припыленный синий. Он искажается на камере. Передается не точно. К сожалению. Может из-за того, что рядом с горчицей. Нет. Просто он не передается. Дальше. Вот этот мой любимый. Потому что я очень люблю у Баруфы серию Супер Меланж. Она у них благородная. И в полотне вот эти Супер Меланжи смотрятся очень дорого. Там получается за счет... Допустим, если обычный Меланж. Там перелив от одного цвета. Допустим, от светлого серого к среднему серому, например. А когда это Супер Меланжи, там несколько оттенков. И они все сочетаются между собой. Смотрится вот как игра света. В общем, смотрится здорово. Вот этот цвет такой вот ореховый. Видите, вот как оно смотрится в полотне. Вот этот Супер Меланжи. Он невероятно красивый. Вот он. Дальше. Цвет античной розы. Его есть одна упаковочка. То есть это где-то килограмм 8, наверное, есть. Так что еще можно налетать. Цвет очень красивый. Он в прошлый раз очень быстро разошелся. У него тоже есть легкий-легкий Меланж. Но он в полотне не рябит. То есть он тоже, опять же, смотрится вот как игра света. Очень красивый. Дальше вот этот цвет ржавчины. Его, по-моему, всего лишь одна бобина. Он очень красивый. Тоже это серия Супер Меланж. Метраж 2,48. Дальше вот такой вот темный графит. Его, по-моему, есть немножко. Вот этот бобин, бобиночка, этот цвет такой вот тауп. Назовем его так. Его всего две бобины. Это Биела Ярн Виктория. Метраж 2,48. Всего две бобиночки. Дальше вот это Кэшвулл. Метраж 2,48. То есть 2,400 метров на 100 грамм. Цвет темный бежевый. Дальше вот это невероятный яркий такой вот ярко-горчичный цвет. Тоже Кэшвулл в метраже 2,30. То есть 1500 метров на 100 грамм. Очень красивый. Я пытаюсь сфокусировать, показать поближе. Но он сопротивляется почему-то. Не хочет. Ну, в общем, он. Дальше. Так, сейчас я буду тут ползать по бобинкам. Вот этот тоже. Это уже такой больше к какому цвету. Я даже не знаю. Он тоже горчичный оттенок, но уже более насыщенный. Очень красивый. Тоже он, по-моему, в метраже 2,30. Да, это тоже 1500 метров. Невероятно красивый цвет. Дальше вот этот ультра мы такой, он называется Сапфир. Это Биелый Ярн. Судволя Групп это вот все один. В общем, и Биелый Ярн это одно и то же. Вот цвет Сапфир. Очень красивый. Очень. Его есть 3 бобиночки. Нежно-голубой Кэшву. 2,400 метров на 100 грамм. Его совсем немножко. Вот это еще 2 масенькие совсем бобиночки. Дальше. Дальше вот здесь у нас стоит очень-очень бледно-голубой Имейджин. Имейджин это Меринос от Эмироглио. Он аналогичный, в принципе, Кэшву, аналогичный. Ну, в принципе, всем нашим любимым и Мериносам, которые мы знаем и любим, экстрафайн Меринос. В общем, я говорю быстро и не успеваю за свои же речи. Такой цвет, как талая вода, что ли, голубой лед. Вот он ледяной, такой мятно-голубой, не знаю. В общем, цвет очень красивый, нежный. Его всего 2 бобиночки. Дальше. Вот такой красивый розовый, кстати, неплохо передается. Это тоже Имейджин. Одна бобиночка. Вот такая красивая пудра. То есть он именно пудровый оттенок тоже. Это Имейджин. Есть 2 бобиночки. Здравствуйте, Вика. Вот такой нежно-розовый Имейджин. Одна бобиночка. Дальше продвигаемся. Вот такой яркий, розовый, красивый кэшву. В принципе, он неплохо передается. Одна бобиночка. Вот такой вот коралловый. Он с проседью. Красивый меланж вот с проседью. Надеюсь, вам хоть немножечко будет видно. Его всего 2 бобиночки есть. Дальше очень красивый и благородный вот этот синий джинсовый меланж. Он как пыльный, даже не синий. Он как темно-голубой пыльный. И вот он уходящий в серый такой меланж. Я, конечно, попытаюсь вам его передать, но у меня плохо получается на самом деле. Не видит его камера. К сожалению, буду тогда пытаться на фото вам его передать нереально. Но он очень красивый. Возможно, днем какие-то получше будут фотографии. Пока не удалось мне. Вот этот вообще фантастический цвет такой глубокой марсалы. Очень красивый. В метраже он 2.30, то есть полторы тысячи метров на 100 грамм. Смотрите, этот цвет вообще универсальный, потому что он сочетается со всеми. Вот смотрите, куда я его не приложу. Он везде красиво смотрится. Цвет передается хорошо. Это просто невероятный кэшфул. Еще и в хорошем полутора тысячном метраже, потому что обычно более тонкие попадаются. А этот... Вот. Цвет невероятный просто. Дальше об этом поговорили. Вот такой очень красивый. Это голубая лазурь. Их две бобиночки. Вот такой вот, как зеленая горчица. Он горчичный с зеленцой. Тоже это кэшфул. У него всего одна бобиночка. Красивая вот такая вот фиолетовая фуксия. Их чуть-чуть больше есть. Насыщенный, нежный голубой. Их всего две бобиночки. Это тоже кэшфул. Вот такая вот есть фисташка, наверное. Или тоже зелено-горчично-фисташковый какой-то такой. Тоже кэшфул. Он тоненький. 2 400 метров на 100 грамм. Он еще есть. Очень красивый вот этот Амика. Это Амика Софт. Тоже мериносик экстрафайн. Видите, он такой глянцевый достаточно. Камера, конечно, его не передает. Он такой насыщенный, малиновый. Мериносик по 75 гривен за 100 грамм. Цена осталась прежней. Вот этот очень красивый коралловый. К сожалению, тоже. Вот почему-то коралловые не хотят передаваться. Он розово-коралловый. Красивый безумно. Так. Вот такая еще вот есть горчичка. Более спокойная, приглушенная. 2 400 метров на 100 грамм. Очень красивый вот этот светлый песочный. Сейчас я подойду туда ближе, чтобы было удобно показывать. Светлый песочный. Он тоже с меланжиком. Такой вот скорее ближе к бежевым оттенкам. Его есть побольше. Вот этот очень красивый. Он называется у производителя Stone Beige. То есть каменный такой бежевый. Он более холодный по оттенку. Вот он такой. Красивый тоже цвет, благороднейший. Дальше. Есть одна бобиночка вот такой бежевой пудры. Это Меринос Бризбан. Он от Beale Yarn. Он трехтысячник. Единственный. 3000 метров на 100 грамм. Но он просто как масло в полотне. Он очень классно ложится. Его на любые изделия можно брать. Он мягчайший. И красиво будет смотреться. Вот такая вот бежевая пудрочка. И вот всего одна бобиночка приехала. Вот этот очень красивый пепельный шоколад. Он смотрится на камере черным. Но он вживую очень красивый. Холодный, пепельный, коричневый такой шоколадный. Он тоже из серии Super Melange. Я пытаюсь показать. Вот как играет цвет на нем. Он невероятный просто. Дальше. Вы слово невероятный и очень красиво слышите сегодня миллион раз. Но они правда такие. Дальше. Вот этот очень красивый изумрудный оттенок. Он называется у производителя как-то он так и называется ультрамарин грин. Он называется у них. Это Леонора. Это тоже Биелло Ярн. Тоже хороший очень меринос. Он такого же класса вот как Виктория. Тоже экстрафайн. Гладкий, двуниточный. Классный. Он красивый изумрудный, не такой синий. Дальше. Вот эти вот две Виктории. Одна белая. Вот эта более молочная. Не желтая, молочная. Этот называется Off White у них. А вот этот называется Classic White. То есть это не отбеленный меринос, а это отбеленный. Вот. Их есть пока, но это ненадолго. Потому что белые мериносы разлетаются в мгновение ока. Поэтому если вам нужны были белые мериносы, то спасайся кто может. Потому что разлетаются очень быстро. Особенно у нас в опте они просто вот улетают. Поэтому да. Дальше. Вот этот мой любимый из серых меланжей у Бруфы. Кэшфул. Это 508-й, 441-508. У него должен быть артикул, по-моему. Сейчас. Да. А, нет. 421-58. Вот. Очень красивый серый. Он такой немножечко как будто с лиловым оттенком, туманным таким. Люблю этот цвет. Вот. Есть его три бобиночки. Дальше тут вообще стоят три моих, наверное, излюбленнейших оттенка. Потому что я очень люблю сливовые, фиолетовые. И их, к сожалению, немного. Вот такой очень красивый. Это Бьела Ярн Виктория. Тоже 248. Он называется у них... В общем, темный бургундий. Но он, как по мне, больше сливовый. Он с меланжем таким глубоким. Очень красивый. Вот такая вот от Кэшуау есть слива. Вот этот цвет, он один в один с нашей ангорой. Поэтому кто хотел делать такие шапочки, типа как я, сочетать ангору с мериносом. Ну, для того, чтобы добиться упругости. Вот я сейчас отвлекаюсь, покажу вам. Вот у меня есть шапка. Вот я сажала ангору черную на черный меринос. Для того, чтобы сохранить упругость меринос. Но ангора ему добавляет вот такой вот мягкости, легкости, тепла и невероятной приятности. Так вот. Сейчас я хочу бобиночку достать ангоры. Вот этой вот баклажановой. И вот. Смотрите. Они прям на камере не так, но вживую они очень, очень хорошо вот с вот этим цветом сочетаются. Они буквально вот попадают тон в тон. Очень здорово будет смотреться. Вот этот вот Кэшуау, у него всего две бобиночки есть. Ну, как бы можно успеть. Так. Кладем ангорку на место. Цена чего? Цена, если мериносов, мериносы по 75 гривен за 100 грамм. Так. Я же запыхалась, так быстро говорю. Так. Дальше. Вот этот цвет. Это у нас Кэшуау. Он называется у них, по-моему, как-то Винтер Вайн. Зимнее вино. Очень красивый тоже винный оттенок. Дальше вот этот очень красивый. Он, по-моему, называется... Какой-то из ореховых. Он именно как скорлупа ореха. Он без зеленцы. Красивый, светло... Средний, коричневый, наверное, не светлый. У меня на шапку ушло всего общим весом 100 грамм. Я, к сожалению, не взвесила до бобинки. Я так предполагаю, что где-то 70-75 мериноса, 20-25... Нет, 30... 25-30 где-то ангоры. Примерно так. Дальше. Добрый вечер, девочки. Так, дальше. Есть одна бобиночка алого мериноса. Очень красивый алый кэшвелл. Вот классический такой красный. И есть чуть-чуть светлее, чем он. Тоже он называется просто Red. Это тоже Сидволя Групп. То есть Биэлла Ярн. Леонора, 2,48. Хороший красный меринос. Вот этот цвет такой красивый, пыльный. Он называется нефритовый, по-моему, у нас. Он как темный, приглушенный Тиффани. Он не голубой, он более зеленый. Вот. Вот сейчас он более точно передается. Очень красивый. Его всего 3 килограмма, к сожалению. Но он невероятный. Дальше. Вот этот такой вот, который совсем не передается, к сожалению. Такая зеленая бирюза. Тоже одна бобинка. Он не синий. Он вообще не такой, как вы его сейчас видите. Он зеленый на самом деле. Дальше. Одна бобиночка бежа. Красивый такой бежевый оттенок. Это кэшвелл. Его всего одна бобиночка. Дальше. Вот этот синий джинс. Тоже он такой синий. Через серый переход. Ну вот через серый в синий опять уходит. Очень красивый. Классический такой цвет. Очень подойдет мужчина, мне кажется. Такой оттенок. Хороший. До кашемиров, девочки, дойдем. Дальше. Вот такой цвет желток. Это тоже кэшвелл. Спасибо, Танюшка. Сейчас я тоже закончу, буду вас поздравлять. Вот такой цвет желток. Тоже кэшвелл. Вот этот нежный желтый. Вот он как цыпленочек. Его всего одна бобиночка. Это тоже. Наверное, тоже кэшвелл, если я не ошибаюсь. То есть, да, полторы тысячи метров на 100 грамм. Вот. Пока. С нас, пока, Иси. Угу. Так. Я тут с девочками параллельно просяюсь. Дальше. Вот этот очень красивый. Очень красивый цвет. Он с меланжем. Это тоже серия Супер Меланж. Изумруд с серым. Безумно красивый. Вот он, ну вот, малахитовый такой. Очень красивый. Зеленый. Просто зеленые все вот на камере синими смотрятся. Но они, на самом деле, вообще не синие. Вот этот тоже темно-зеленый. Красивый. И во всего две бобиночки. Вот это кто у нас? Не помню. Это какой-то... Это какой-то кэшвелл. Тоже зелененький, который тоже не передается. Ну, что ж такое-то. Вот этот цвет, он карри или куркума. Не помню, как мы его называли. И во всего две бобиночки. Тоже красивый. Герчичный такой оттеночек. Яркий синий. Бежевый. Видите, вот этот, он чуть-чуть более холодный. На камере практически не видно. Чуть-чуть более холодный. Вот этот чуть-чуть более теплый. Так, я тут пропустила нежный мятный. Цвет, который взрывал просто мой инстаграм несколько лет назад. Он просто здоровский. Нежный-нежный. Он для деток, наверное. Хотя, хотя... Тут я не права. Не только для деток. Так вот, просто он мне не идет. Мне кажется, что он для деток. В общем, я отвлекаюсь много. Дальше. Вот этот. Смотрите, какой красивый. Он просто нереальный. Такой полынивый. Он как... Вот реально очень припыленный Тиффани. Безумно красивый. Он хорошо сейчас передается. И вот этот хорошо передается. И бежики. В принципе, кроме изумрудных, передаются хорошо все. Голубой джинсовый. Тоже очень красивый. И вот этот вот цвет фундук. Такой бежево-серый. Тоже красивый. Я, на самом деле, я вот фанат вот этих бургунди-сливы. И вот эти все коричневые. Вот эти меланжики. Вот там, где тауп. Вот этот серо-коричневый. Вот этот вот. Все вот эти серо-бежево-коричневые непонятные оттенки. Это вообще моя любовь большая. Признаюсь вам. Дальше. Из того, что приехала. Некрасивых. Не знаю. В этот раз не приехала некрасивых. Нет, вообще бывают, наверное. Но в этот раз не случилось некрасивых цветов. В общем, шикарная палитра биреносов. Давайте ее запомним такой. Потому что она не часто бывает такой широкой и красивой. Дальше. Приехали махерчики. Немножечко приехала Астра. Это классный, классный очень махер от Гея. Там, смотрите, 50. Там даже суперкит, если не ошибаюсь. 50 кедмохер, меринос и полиамидная основа. Очень красивый такой бледный роза. Ну, такой, как лепесточек розы. Такой нежный-нежный. Очень красивый, приглушенный, благородный оттенок. Не гиперяркий, не сильно бледный, невероятный. Напишите, пожалуйста, в директ. Мы вам дадим номер телефона оптового менеджера или ваши данные передадим нашему оптовому менеджеру. Он с вами свяжется и все расскажет. Фото мы выложим после 8-го числа. Все, что будет оставаться после 8-го числа, после 8-го января, после каникул, мы выложим в профиль. Я сейчас показываю для того, чтобы кто в Одессе мог зайти, посмотреть, мог понимать, на что ему рассчитывать. Так, значит, отвлеклась. Такой вот лепесточек розы. Вот этот очень нежно-желтый. Астры, он невероятно красивый. Он очень пушистый, мягкий. Вот он. Так, дальше вот этот черный есть. У нас закончился черный махер, теперь он у нас снова есть немножечко. Да, заказ можете писать в директ. Вот девочки завтра работают до, ой, не буду врать, по-моему, с 10 до 4. У нас есть график работы на выходные. Так, значит, завтра, по-моему, до 4. Первого в выходной. Второго мы работаем с 10 до 4, по-моему, тоже. Ну и в остальные дни в обычном графике. Так. Вот такой красивый серый меланжик есть. Очень красивый молочный, кремовый, такой вот классный. Вот такой один, одна бобиночка приехала, такой голубой лазури. Вообще волшебная, просто волшебная. Очень красивый цвет. И вот это, смотрите, фантастика, фантастика. Вообще, наверное, сколько я в магазине? Наверное, полтора года, уже больше. Первый раз приезжает секционный кидмохер. Смотрите, какой красавчик. Он будет ложиться секциями. Тоже это астра. Вот, просто прокрашенный секциями. Его всего одна бобиночка, там, ну, килограмм 7-то. Да, вот они, тут где-то должно быть составом. Да, 50 суперкит, 32 полиамид, 18 меринос. Эх, классно. Так люблю, когда много красивого приезжают, вы не представляете. Дальше. Приехало немного твидиков. Твиды вообще умопомрачительные. Сейчас расскажу почему, потому что у них состав вообще огонь-огонь. Жалко их очень мало. Вот почему-то всегда так, что вот прям мега-мега разрыв мозга, его приезжать не так много. Но в том и ценность, что можно сделать что-то уникальное. Это группа Филпуча. Твид называется Луз. Я вам поближе показываю состав. 70 меринос, 25 махер и 5 кашемир. Я думаю, что он в полотне будет просто крутейшим. Просто крутейшим. Он толстенький, 225 метров на 100 грамм. Очень красивый. В основном крапушки в тон серого. Вот они либо более темные, либо более светлые. Но видите, иногда получаются такие вот более яркие вкрапления. Значит, по цветам. Вот этот темный серый. Вот такой цвет овсяный я его называю. Очень красивый. Он в основном вот этот толстенький. И есть одна бобиночка тоненького. Потому что здесь основная нить скручена из двух. А вот это вот одна ниточка, как он есть. Вот 450 метров. И в сером точно так же. Все бобинки в две нити скручены. А вот это, по-моему, да, вот это в одну ниточку скручено. То есть вот эти два можно сочетать между собой. Кроме этого, приехал вот этот один. Одна-одна бобиночка такая красивая. Не знаю, как ее делить на всех. В общем, классный такой твидик. И вот этот икрю, это тоже он. В икрю, видите, все в одном цвете. Только фактура такая неравномерная. Мне кажется, в полотне он будет просто фантастическим. О, спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо. Я не буду рассказывать эту страшную историю про то, как я тащу пряжу домой, несмотря на то, что я не успеваю вязать ни черта. Не, ну почему? Вот я связала... Так, я чуть-чуть отвлекусь. Простите, те, кто очень ждет дальнейшего обзора. Я связала в этом году, смотрите. Я связала шапку. Я связала классный свитер из Ангоры. Я там вяжу еще один свитер. Я даже почти победитель. Вот сейчас я на каникулы, я возьму вот этот Тобиас Красный и свяжу себе огромный-огромный обнимательный платок. Что еще себе купила? Ну, короче, ладно, не будем грустно. Ну, а как иначе? Я очень люблю пряжу, обожаю. Вы знаете, мне иногда даже не столько нужно вязать, сколько обладать этой пряжей и знать, сколько всего классного я могу из нее связать. Вот. Дальше. Спасибо, девочки. Спасибо. Дальше. Вот это очень классный Шервуд называется. Это манифуртура сессия. Называется он Шервуд. А, нет, навряла вам. Он называется Скотланд. Очень красивая пряжа. Кстати, хорошо передается цвет. Он такой серополыневый с крапинками цветными. Это стопроцентный меринос. Смотрите, какой он красавец. Прямо вот безумно красивый. Так, по цене, по цене, по цене. По-моему, он так же, как мериносы, 75 гривен на 100 грамм. Что, видимо, не распечатался ценник. Или мы его не проставили. Вот он. Я вяжу спицами. Я люблю машинное вязание, но мне не интересно вязать на машине. Мне, когда нужно на машине связать, я прошу девочек. У меня есть девочки, которые любят вязать на машине. Вот они мне вяжут свитерочки, палантины. Всякое такое. Так, вот этот. Смотрите, какой состав. Я думаю, что в полотне это будет нечто невероятное. Артикул называется Шарман. Так, 250 метров на 100 грамм. Это филпучи, серый меланжик. И его, вот это вот все, что есть. Три бобиночки, все. Мне кажется, в полотне он будет невероятно классным. Но мы уже после каникул отвяжем. Тобиас, да. Тобиас фантастический. У нас наша Надюша, она ушла уже, я бы показала. Она вяжет тунисским крючком платок из вот этого бежевого цвета. Вот там вот он выглядывает. И она вяжет тунисским. Кто знает про тунисское вязание, вот крючком. Он получается такой плотный, но не забитый, безумно красивый. Она его довяжет. Мы обязательно покажем его в профиле. Он очень круто смотрится. Дальше. Кто спрашивал за кашемир? Мы дошли до кашемиров. Приехала, смотрите, одна бобиночка вот этого Нур. 150 метров на 100 грамм. Такой вот твидовый кашемир. Он такой красивый. Я вам просто не могу передать. Его всего одна бобиночка. Дальше. Приехал Корс. Корс Хейр. Это фантастический кашемир от Лора Пиана. Его все очень любят. Очень-очень обожают. В общем, вот он. Одна бобиночка серого. И совсем немножко Кэмела. Он даже не Кэмел. Он скорее бежевый. Такой ирисковый. Кэмел более холодный, как по мне. А этот такой более ирисковый. Так. Дальше. Одна бобиночка кашемир от Кориаджи Экрю. Дальше. Два цвета приехали. Это кашемир гриф. От Мелифили. Это грибиной. Вот эти все кардные кашемиры. А вот этот грибиной кашемир. Вот такой цвет крем. И графит. Кроме этих двух цветов. У нас есть в магазине цвет Коралл. Коралл и ультрафиолет. Которые ни черта не передаются сейчас. Но они есть в профиле. Вот этот кашемир, он есть у нас в профиле. Гриф. И на сайте, в принципе, он есть. Можно посмотреть. Дальше. Из кашемиров приехала. Приехала еще, еще, еще. Вот эта бобиночка Бе Джоли Модеста. Кашемир. Тоже кардный кашемир. 1400 метров. Серый меланжик. Светлый серый меланж. Очень красивый. Приехал. Почему он не передается? Такой фиолетовый, ультрафиолетовый именно Монголиан от Мелифили. Он, к сожалению, не передается совсем. Вот он именно, поверите, нет. Он не синий вообще ни разу. Он именно фиолет такой яркий, неоновый. Жаль, что не передается. И одна бобиночка классического темного синего кашемира Скура. От Баруфа. Скура вообще очень классный кашемир. Он так круто распушается. Он очень мягкий. Сейчас, если найду, покажу вам. У нас есть Скура в другом цвете. Вот в таком. И он очень-очень мягенький. Очень такой пушистый, мягенький. Классный кашемир. Так, из кашемиров. Это все из того, что приехал. Есть то, что у нас есть в магазине, в профиле, как бы, и на сайте. Но это из того, что нового приехал. Дальше мы подобрались. Вот это вообще фантастическая фантастика. Это меринос с шелком. Нончина. Цвета безумно красивые. Тоже. И качество нончина все знают. Это один из лучших мериносов с шелком. Что-то я уже заговариваюсь. Не всех цветов приехало много, как обычно. Ну, в общем, кому надо, в общем, достанется. Так, кроме них еще вот приехало две бобинки. Вот этот, да, я не знаю, как он правильно называется. Это Мироглио, 65 вискоза, 26 меринос и 9 полиамид. Блестящая красивая ниточка. Такой красивый голубой цвет. Приехала только вот эта. Не знакома с этим артикулом. Будем знакомиться. Ну, тактильно она очень приятная, очень шелковистая. 550 корс. Он их в прошлый раз у нас был в 550 метраже. А в каком он еще бывает? Я, кстати, корс в других метражах особо даже и не встретил. Так. Меринос с шелком. Давайте начнем. Красивый темный изумруд. Кстати, даже и передается цвет. Ну, практически, практически точно передается. 2400 метров. Шикарный. Дальше вот такой вот. Опять он... В общем, вот этот цвет, он не синий, он тоже уходит фиолетовый. Буду стараться на фото вытянуть этот цвет. Очень сложный, к сожалению, для передачи цвета. Но он, поверьте на слово, шикарный. Для тех, вот девочки, кто блондинки, с голубыми глазами, светлой кожей, им такой цвет вообще смотрится нереально круто. Вот этот цвет у нас называется божеле. Он передается вот сейчас идеально. Очень красивый цвет. Их всего две бобины. Он такой мягкий и нежный, я вам передать не могу. Дальше вот этот цвет красной груши. Тоже передается хорошо. Всего одна бобиночка. Вот этот цвет индийский. Красный мы его назвали, потому что не могли ему придумать оттенок. Вчера уже поздно вечером, пока принимали. Он единственный в метраже 1400 метров. Его есть вот это, еще там парочку маленьких бобиночек. А, 700 не встречала, 700. Вот. Вот этот вообще-вообще. Сейчас меня девочки из магазина вообще убьют, что я показываю. Они мне сейчас в личку напишут, что я бессовестная вообще женщина. Потому что мы его когда получили, мы его чуть не разрывали. Его просто вот эта бобинка, еще две маленькие. Смотрите, какой красивый. Это глубокая марсала. Она еще и с меланжем. Она вообще нереально крутая. Нереальнейший крутой цвет. Вот он идеально передается. Он настолько красивый, что у меня нету слов. Лезет одна нецензурщина в голову. Ну, он очень классный. Дальше. Вот этот цвет. Жемчужный бежевый. У него чуть-чуть побольше есть. Тоже очень красивый. Девочки, стараюсь все показывать сценниками и с артикулами, чтобы вы видели. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что если я буду отвлекаться переворачивать бобиночки, мы не успеем ничего. А мне как бы тоже хочется домой. Готовиться к Новому году. Ну, хочется и вам показать. Так, дальше. И одна бобиночка вот такого холодного бежа. В прошлый раз он даже в профиль не попал. И у него было три бобинки. Девочки сразу из магазина его купили. Вот он. Тоже одна бобинка. Тоже чувствую, получу от нашей маленькой Настеньки за него. Потому что она очень себя хотела. Так, закончили с мериносым шелком. Еще раз издалека вам покажу палитру. Палитра шикарная. Вот. Дальше вот этот вот красивейший, красивейший Нью Джилонг. В двух словах расскажу, что такое Нью Джилонг. Я так, скажем, своими словами расскажу, чтобы было понятно. Если вы знаете, Джилонг это стопроцентный меринос. Особой австралийской породы овец. Он кардный обычно. И он покрывается таким пушочком. Его сравнивают с кашемировым. Это не кашемир, но это достаточно мягкий, такой хороший, кардный меринос. Нью Джилонг это, по сути, что-то для меня лично, это нечто среднее между мериносом экстрафайн и мериносом Джилонг. Потому что он все-таки не такой непружинистый, как просто Джилонговый меринос. Но он все же с пушком. Он не такой гладкий, как обычный экстрафайн. В общем, какая-то такая серединка. Очень классно. Мне он нравится. Вот. Его немножечко приехало, но хорошие очень цвета. Вот такая вот фрезия. Очень красивый коралловый. Красивый голубой лазурный. И одна бобиночка вот такого джинсового. Так. Рассказала. Он по такой же цене, как и меринос 100%. Дальше. Вот здесь у нас стоит смесовочка Рафаэлла. Это тоже для меня новый артикул. Буду изучать. Это Мелифили. Сумасшедший красивый вот этот темный тауп. Он такой, знаете, серо-коричневый, с фиолетовым, таким лиловым, каким-то непонятным. Безумно красивый. Мне очень нравится. И, кстати, вот этого цвета много есть. Вот. Значит, цвета красный. Такой вот какой-то красный слива, что-то такое. Голубой. Вот этот темный тауп. Черный. Одна масяненькая бобиночка бежевого. Вот такой кремовый. Пудра. Такой светло-бежевый. И вот этот очень красивый. Он сейчас не передается на камеру. Он, как знаете, как очень-очень светло-серая бежевая жемчужина какой-то. Ну, вот ближе к серым тонам. Красивый. Так, состав показываю и цену. Это Мелифили. Рафаэлла. 70 меринос. 20 шелк. 10 кашемир. Пряжа картная. То есть, это не экстрафайн, не текучая, не пластичная. Но я думаю, что в полотне она будет очень-очень-очень крутая. Ну, опять же, будем провязывать уже после Нового года. Так, про индийский красный. Да, это Меринос с шелком. Это Нанчино. Вот он. Вот там он стоит. 1400 метров. Так. Слушайте, ну я достаточно быстро даже исправилась. Все наговорила вам. Весь Меринос всегда скатывается, честно вам скажу. Не бывает Меринос, который... Ну, не знаю, я не встречала прям такого Мериноса, который, ну, совсем-совсем не пеленгуется. Другое дело, что можно поменять к этому всему отношению. Я вам сейчас хочу показать. Вот у меня тоже из Мериноса связан свитер, который я ношу просто не снимая. Потому что я безумно люблю этот цвет. Сейчас я натягиваю в руках, чтобы можно было показать. Вот я вам без прикрас показываю вот как есть. Вот смотрите. Это Меринос с экстрафайн, высокого класса и все такое. Ну, вот такое вот случается, в принципе. Другое дело, что меня это совершенно не напрягает, потому что большая часть из этих катышков, они уходят во время стирки. А вторая часть очень легко снимается с полотна, и полотно остается как новеньким. Оно, ну, не поврежденное. Поэтому... Так, теперь... Так, я сейчас пройдусь быстренько по вопросам. Если есть темно-серый, кто? Если Меринос, то есть. Немножко Кашемира темно-серого пришло. В общем, девочки, я сохраню эфир. В принципе, все, что было, я вам показала. Из того, что приехала, тоже показала. Старалась как можно подробнее рассказать. Вот, можно делать скриншоты, высылать девочкам в директ. Я думаю, что они вам помогут. Но главное, чтобы это было в рабочее время. Я имею в виду, что просто в другое время они вам не смогут ответить. А в рабочее время они с удовольствием будут стараться вам помочь. Еще раз скажу, что все, что из новинок приехало, и то, что останется после наших новогодних каникул, у магазина не каникул. Магазин работает в стандартном режиме. У нас выходные только 1 и 7, и 2, короткий день и 31. В остальные дни магазин работает в обычном графике. Можно заходить, можно писать. В общем, все в обычном режиме. И вот все, что будет на момент 8 числа. Вот с 8 числа мы эти все новинки начинаем выкладывать в профиль и на сайт. Их можно будет приобрести и оттуда. Для тех, кто просмотрел эфир и что-то понравилось, они себе заскринили, в общем-то, можете покупать уже хоть завтра. Я постараюсь сохранить этот эфир в телефон. Надеюсь, что мне телефон... Так, ну, вроде как зарядки еще хватает. И памяти должно хватить. Я постараюсь сохранить этот эфир и залью его на YouTube. Так, что еще я вам хотела сказать из таких организационных моментов. И потом перейдем к неофициальной части. Наверное, это все. Наверное, это все. Я спешила. На самом деле, сегодня должен был быть выходной. Но я решила выйти, разложить все и показать вам. Потому что я тоже хочу, чтобы вам было так же интересно, как и мне. Так. Акрил, да. Акрил скатывается гораздо сильнее натуральных... В общем, в чем отличие? Скатываются абсолютно все материалы. Другой вопрос, в какой степени. Есть то, конечно, что скатывается вообще безбожно. У меня есть свитер. У него состав 75 шелк, 25 кашемир. Вот он катается безбожно. Но вы знаете, я ему прощаю все, потому что он фантастически приятный. Он нереально приятный к телу. И еще в чем разница между синтетическими волокнами и натуральными? Это в том, что натуральные волокна, с них катышки снимаются очень легко. И полотно остается как новенькое. Неважно, вы руками снимаете, машинкой стрижете. В общем, полотно у вас не поврежденное. Если это полунатуральный состав, вот там особенно полностью синтетический, вот там уже сложнее. Потому что вот эти вот катышки, они получаются огромные. И вы их снимаете, оно снимается прям пластами полотно. И оно такое все... Ну, короче, все не так круто. Так, все. Наверное, с такой организационной частью все. Вот, теперь перейдем к неофициальной такой части, но очень важной. Я буду говорить сейчас от всех нас. Кто из наших ребят смотрит эфир, они, наверное, присоединятся. В общем, еще будет обязательно пост, где мы вас будем всех поздравлять. Но сейчас, вот пока мы такие все родные, близкие и на эмоциях, хочу сказать, что это был огромный год. Вот, такой большой, насыщенный, со всякими разными событиями, с большими достижениями, где-то с провалами, как и у всех. Где-то мы очень-очень много сделали, где-то шагнули на столько шагов вперед. Но все это было бы ничего без всех вас. Так, я эмоционально, главное не плакать. Вот, все это было бы ничто без всех вас, которые каждый день нам пишут, которые всегда откликаются на любой наш зов. Вот, что бы нам ни было нужно, вы всегда откликаетесь заполнить анкету, пойти проголосовать, оставить отзывы. Мы за это безумно благодарны вам, очень-очень. За все те приятные слова, которые вы нам пишете, когда получаете посылочки, когда, неважно, бывает, что мы накосячили, где-то мы что-то упустили, что-то забыли. Ну, как все люди, мы стараемся минимизировать ошибки, но бывают разные. И когда вы пишете те приятные слова с пониманием совсем, ну, это безумно приятно, это окрыляет, это мотивирует. Поэтому вам огромное-огромное спасибо за всех вас, за то, что вас становится больше, за то, что вы нам все-все-все вот это вот все пишете, приятное. Мы всегда летаем, делимся друг к другу, вы видели, что нам написали. В общем, огромная-огромная вам благодарность. Мы в следующем году будем становиться лучше, будем становиться быстрее, будем становиться еще и еще, еще и еще ближе к вам. В следующем году я вам маленькую тайну такую раскрою. В следующем году, наконец, у нас уже будет запущена программа лояльности, и вы будете получать приятные тоже такие, знаете, такие маленькие бонусы от нас. Вы нам, а мы вам. Такие вот маленькие приятные неожиданности. Вот. Я надеюсь, что в следующем году будет очень много сюрпризов, очень много приятного, будет много новой пряжи, много интересных событий. А вам хочу пожелать, чтобы вы вот в этой погоне за всем не забывали о себе, о своих семьях, о своих близких, о том, что надо ценить момент и жить сейчас. Вот мы, когда были летом в Виталии, я всегда всем рассказываю. Я была в первый раз в Виталии, и знаете, что первое бросилось в глаза, вот отличие от нашей ментальности, от их, в том, что люди ценят момент. Вот они, сидя вечером в баре с друзьями или просто прогуливаясь на улице, они не думают о том, что их ждет завтра, что у них было вчера, или даже что будет через час. Они находятся прямо здесь и сейчас в моменте. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы научились проживать свою жизнь вот прямо сейчас, ценить тех всех окружающих, которых у нас есть, все то хорошее, что с нами происходит. И пусть у нас у всех происходит как можно чаще хорошего, пусть все близкие наши всегда будут рядом, чтобы никто не болел, чтобы у всех были улыбки на лицах, чтобы все становилось только лучше. В общем, всех с наступающим Новым Годом! Не ждите Новый Год, начинайте праздновать уже сейчас, обниматься, поздравлять друг друга, в общем, проводить хорошо время. Вот, не спешите, даже если вы что-то не успеваете до Нового Года, помните, что это ничего, ничего абсолютно страшного. В общем, всех мы всех вас очень любим, всех крепко обнимаем, спасибо, что вы с нами. Приходите к нам в гости, мы всегда рады, даже просто так, просто на кофе, просто поздороваться. В общем, всех-всех, еще раз с наступающим Новым Годом! Мы опять же будем еще раз поздравлять всех! А пока, всем пока! Я постараюсь сохранить эфир и выложить его куда-нибудь. Пока!